Добрый день с вами компания Печеномир и я Бахаев Максим. Сегодня рассмотрим вариант как прокаливает чугунную посуду, прокаливаем сковороду большого размера, на которой можно готовить мясо, картошку и сковороду маленького размера это блинец. Прокаливать будем в домашних условиях, посмотрим сколько будет дыма, сколько будет запаха и по окончанию испекем блин. Ну вот мы и добрались до кухни, что нам потребуется для приготовления посуды это химическое средство для отмывания, соль и растительное масло. Для чего мы это делаем, чтобы очистить сковороду, посуду от технических масел, которые использует производитель, второе это убрать запахи и третье создать антипригарное покрытие, которое будет защищать от пригорания пищу. Так, начнем. В первую очередь отмываем посуду химическим средством, в данном случае это фери, то есть для этого нам нужна губка обязательно, то есть не брать металлические щетки, чтобы не поцарапать краску. Так, все сковороду помыли, теперь ставим ее на плиту, желательно брать самый большой кружок, чтобы больше было нагрева и включаем на максимальную температуру. Сейчас сковорода прогревается, начинаем засыпать соль, сухую сковороду. Обжигать можно сковороды, как и на улице, то есть в чем плюс, это будет меньше запаха, скорее всего сейчас у нас пойдет дым от краски при обгорании, для этого можно использовать вытяжку или открыть окно на улице. Соль достаточно засыпать, чтобы скрыло дно, все необязательно высыпать. Прошло 20 минут, дым от сковороды идти перестал, будем солью заканчивать, цвет у соли стал такой песочный, желто-песочный. Так что сейчас выключаем сковороду, остужаем и начинаем обмывать маслом. Ставим на небольшой огонь, где-то грубо 150 температуру и наливаем растительное масло, здесь растительное масло. Прокатываем по всей сковороде, желательно чтобы все бока были в масле. Так, теперь у нас прошло 15 минут, более чем достаточно, прогрели масло, на легком огне убираем, даем остыть, сливаем масло и вытираем бумажной салфеткой. Пока наша сковорода остывает, по аналогии, прогреем сковороду, блиницу. Но я думаю, что видео снимать не будем, процесс тот же самый будет. Наша сковорода готова, теперь в дальнейшем ее не надо мыть с разными губками, с металлическими щетками, то есть после приготовления пищи достаточно смазать ее маслом и положить уже в шкафчик. Тогда посуда чугунная будет долго служить вам, не будет ржаветь и будет только радовать вкусными продуктами, вкусным приготовлением пищи. Все, а теперь мы сейчас уже за кадром доготовим вторую сковороду блиницу и будем жарить блины. Второй блин, тоже комун. Блины не подгорают, сковородки нормально, сейчас даже не добавляли масла. В данном ролике я рассказал, как готовится чугунная посуда, чтобы можно было ее использовать, показал как, показал что можно потом готовить. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будем снимать также дальнейшие интересные видео для вас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok